Это какой-то мизерный карликовый бюджет, я имею ввиду его расходную доходную часть. Если сравнить его в абсолютных величинах, то выяснится о том, что он равен бюджету Бельгии, Швеции или Мексики. Это стран, в которых намного меньше населения, намного меньше территорий и намного менее развитая экономика. То есть бюджет России, он нищенский бюджет. Меня всегда поражает одно и то же. Когда начинается обсуждение бюджета, речь всегда идет о том, как бы нам сократить расходы и делят вот эти самые расходы. И никогда не говорят о том, как повысить доходы этого самого бюджета, как увеличить этот самый бюджет. Например, бюджет Соединенной Америки при сопоставимом населении, при сопоставимом территории в 16 раз больше, чем бюджет Российской Федерации. И в свое время в Советском Союзе бюджет Советского Союза был в два раза, скажем, меньше, чем бюджет Соединенных Штатов. Это при том, что Российская Федерация составляет большую часть бывшего Советского Союза. То есть можно иметь высокий уровень доходов, но нынешняя власть к этому не стремится. Она занимается, и этот бюджет это очень наглядно показывает, сокращением расходов. Причем в некоторых отраслях сокращение расходов просто чудовищные. Например, в здравоохранении сокращение расходов на 11 процентов. В образовании сокращение расходов на 8 процентов. Но самое страшное, что ожидает наше население, это сокращение расходов в области ЖКХ на 41 процентов. Народ и так уже стонет по поводу немомерных поборов со стороны управляющих компаний. И сейчас, когда сокращаются дотации на коммунальные расходы, это означает, что вот это вот все выпадающие расходы, они переваливаются на того самого избирателя, на тех самых жителей. То есть опять Минфин ведет дело к тому, что изымать деньги из кармана рядового обывателя. То есть те самые люди, которые добросовестно голосовали и собираются голосовать за Единую Россию, сейчас самым мощным образом почувствует на своих кошельках, на своих карманах политику, которые проводит та самая Единая Россия. И Минфин проявляет какую-то невероятную изобретательность в поисках способов извлечения денег из карманов людей. Сокращение индексации пенсии до смешных 4 процентов. Сокращение индексации пенсии военнослужащим. Замораживание доходов бюджетникам. По всем линиям идет наступление на социальные права трудящихся. По всем линиям идет ухудшение жизненного уровня трудящихся. Народ пока молчит. Посмотрим, что произойдет дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова